Вспогревшийся тебе кричит Вероятно, только небольшая группа учеников догадывалась о том, что Христос пришел ради рая на небе. Большинство ждало от него рая на земле. Эта противоречивость видна в церковном празднике, который приходится на последнее воскресенье перед Страстной Седмицей. Вход Господень в Иерусалим. Песнопения, цветы, зеленые одежды. Мы забываем, что под каждым цветком есть шип розы. На которые ноги Христа вступают. Если мы хотим быть его учениками, то мы всегда должны помнить о том, что где учитель, там и ученик. Мы не можем только в его славе находиться. Мы должны с ним и пройти этот крестный путь. И вот это будет достойная встреча Пасхи. Если мы хотя бы миллиардной доли, но приблизимся к его страстям и поймем, для чего он пришел в мир. Мы в Ставропегиальном мужском монастыре святого преподобного Паисия Величковского в Севастополе. Вместе с архимандритом Гавриилом, братьями, сестрами молятся и паломники. У нас группа, постоянно всегда приезжаем на большие праздники. Молюсь Бога, просю Бога здоровья. Детям моим, внукам моим прошу здоровья. Вербное, цветоносное, пальмовое воскресенье по-своему отражает любопытную христианскую интуицию. На любое событие можно посмотреть в отцвете пасхальной радости. И вербное воскресенье, предвещающее страдания и смерть Спасителя, становится радостным праздником, только в пасхальной перспективе. Как мой когда-то духовник мне сказал очень хорошую фразу. Без голгофа не бывает Пасхи. Так и в жизни. Сначала нужно пройти искушение, испытание, а потом все будет так, как должно быть по воле Божьей. Пасха – это не куличи. Пасха – это не яйца, это не колбаса, это не вкусные яства. Пасха – это радость, о которой сегодня говорил апостол Павел в послании к Филиппе 7. Он говорит, радуйтесь, непрестанно радуйтесь. Что эта радость, она должна быть всегда в каждом сердце каждого христианина. А у этих Господь, ого-го какой! Он то и впрямь в воды коземной. Сей мир, сей век, сей мозг головной, давно под его пятой. Вкруг трона его веселой гурьбоеваневое пляшет рота людской. Быть может, и мы с тобой. Но наш-то, наш-то, не плачь, сынок. Но наш-то на ослике цок да цок. Навстречу смерти своей. Навстречу со страшной смертью своей. Навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она от него не уйдет. Некуда спрятаться ей. Вот он, маленький ослик, печально цокающий, везет спасителя к ликующим жителям Иерусалима. Они ждут царя, героя, воина, лидера, мессию. Но Христос не оправдал ожидания. Не провозгласил ни одной политической цели. Не вспомнил о народной независимости. Не призывал к восстанию против римской власти. Кстати, этой вины в нем не увидит позже и сам представитель Рима, прокуратор Понти Пилат. Христос отправился в Иерусалимский храм. Казалось бы, здесь, в центре жизни иудейского общества, было бы логично начать борьбу. Вместо этого Христос выгнал из храма тех, кто в нем прописался, продавцов жертвенных животных и миновщиков денег, со словами «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Это монастырь святителя Николая в холмовке Бахчисарайского района. Господа, помолимся, Господи, помилуй. Здесь тоже он, маленький ослик, цок да цок, спаситель верхом на нем и едет к своей смерти. Христос сам отдает себя на смерть, чтобы жизнь, жительство Христос идет в Иерусалим для нашего спасения. Мы встречаем Христа и должны быть рядом со Христом. Но не только праздник Хода Господня в Иерусалим, но и на Тайной Вечере духовно быть со Христом, со Его апостолами, причащаясь тела и крови. И в Великую Страстную Пятницу, быть рядом с Господом, страдающим. И в субботу быть со Христом, когда полагают Его во гроб. И вместе со всей Церковью и всей Вселенной возрадоваться и славному Христову Воскресению. Нам, потомкам, легко рассуждать. Мы-то знаем, чем все закончится. А две тысячи лет назад никто, кроме Христа, знать этого не мог. Иудеи, встречавшие Христа у ворот Иерусалима, думали о другом. Они ждали Мессию, одновременно духовного и политического вождя. Многим казалось, что это и есть проповедник Иисус из Назарета. Все прекрасно знали о его чудесах, как он исцелял больных. А за день до входа в Иерусалим он и вовсе воскресил человека, Лазаря из Вифании, который уже четыре дня был как мертв, и тело которого даже начало нехорошо пахнуть. Словом, на роль духовного лидера Христос подходил идеально. Дело оставалось за малым. Показать себя лидером политическим. Силой взять в свои руки власть. Прогнать римских захватчиков. Самому стать царем. И сделать богоизбранный иудейский народ независимым и свободным. До конца не понимаем и не можем в сердце своем вместить ту тайну, что ведь Господь среди множества людей, встречающих Его, которые резали пальмовые ветви, которые так же, как мы с вами сейчас вот с веточками стоите, встречали Христа, бросали под Его ноги эти пальмовые ветви, в ликовании радости снимали с себя верхнюю одежду и постелали по дороге, по которой Христос ехал на этом осленке. Мы с вами не можем проникнуться до конца этой тайной великой. Тайная великая, непостижимая для человеческого ума. Вернувшись в Морозовку, мы как будто бы по промыслу Божию успели к этим словам Отца Наместника. Наивысшая любовь, высшая любовь, которая исполняется словами Иоанна Богослова в Святом Евангелии. «Нет больше той любви же, кто положит душу свою, то есть жизнь за друзей своих. Ибо Бог возлюбил так мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». Я желаю всем вам помощи Божией, крепости Духа, прожить последнюю неделю перед Святой Пасхой, достойно встретить божественные страсти и воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Не опоздали и еще к одному торжеству. «Господи Божий наш, изволивай над всем каменью создательства Тебе Церкви, сам Твоя от Твоих Тебе приносящих, на воздвижение и же к Твоему словословию, созидаемого храма, множеством Твоих небесных благ воздашь». «Мы сегодня с вами совершили закладку камня и благословенной капсулы с частью мощей более ста частиц угодников Божиих во основание Святого Престола. У нас уже готово все для того, чтобы после Святой Пасхи продолжить строительство и начинать возводить уже крышу. Как говорил когда-то покойный блаженнейший митрополит Владимир, если у храма есть окна и крыши, в нем уже можно совершать богослужение, даже если нет еще внешнего и внутреннего благолепия. Я благодарю милосердного Бога за то благодеяние, которое в короткий срок Он показал на нас». Лазарева суббота, вербное воскресенье, впереди страстная. У братья и сестер монастыря послушаний прибавляется и прибавляется. «Помоги мне, Господи, весь этот пост и все, что нужно сделать, хоть страстную неделю, как с химницей, полностью отдаться, но все равно не получится. Три дня-то все равно вылетят на шитье. Еще два подрязника надо выдать, и еще двум этим хлопцам красные стихари выпустить. Хлопц, он ходит, он видела, как я выпустила. Вот сегодня, допустим, до полпятого шила. Деток надо же было выпустить. Вот они в зелененьких стихарях, пять копеек, красивее. Вот и все мое желание». «Я благодарю Богу, что у меня есть два крыла. Птица может летать только, когда у нее два крыла. У меня есть два крыла. У меня есть матушки монахини и есть братья монахи. Поэтому я могу спокойно молиться, трудиться вместе с ними, только вместе. Когда есть единство, и молитва, и духа, тогда и все расцветает, и все получается, и можно идти дальше». Старшая и сестер, схемонахиня Паисия, помнит каждый час и день, проведенные в обители. «Служила на клиросе, выполняла иноческие правила. До этого много лет окормлялась. Где-то около 18 лет я окормлялась, послушничество была. Благословили на иночество. Здесь я приняла мантию, приняла схему за эти годы. Здесь я обрела семью из братьев и сестер. Я благодарю Бога, благодарю Бога и нашего отца за то, что он меня взял в эту обитель, за то, что Господь меня привел. Я во многих монастырях была, но нигде не осталось. И оставляли, и звали, но нигде не осталось. А здесь вот душа прилипла к этому монастырю. Сегодня такой светлый праздник. Хочется прямо душу распахнуть навстречу всем и всех поздравить. Весь мир ликует. Не слышишь, но душой и сердцем чувствуешь, как ликует мир. А мы особо радуемся, что мы дождались светлого воскресенья. Пасхально уже вот-вот оно грядет нам рядышком. За все хвала и благодарения. Без слез не могу говорить, потому что я чувствую себя очень счастливым человеком, что Господь призвал на этот путь, что Господь привел в этот монастырь. Я матушкам все время говорю, радуйтесь, мы очень счастливые. Какие бы скорби нас не постигали. Скорби постигают в нашем возрасте и телесные, но ими спасаемся. События, связывающие вербное воскресенье с Пасхой, показывают, что христианство не обещает достижения земных целей. Оно обращает человека к целям небесным и не гарантирует на этом пути быстро растворимого результата. Главный нерв проповеди Христа не в том, как вести себя, чтобы сейчас на земле все было хорошо, а в том, как вести себя, чтобы все было хорошо потом, на небе. Субтитры создавал DimaTorzok